Индия вошла в Книгу Гиннесса как рекордсмен по самому быстрому строительству дорог. Это достижение зарегистрировали в штате Махараштра. Там всего за пять дней проложили одну полосу автомагистрали длиной 75 километров. Если точнее, строительство шло 105 часов и 33 минуты. «Министерство автомобильного транспорта Индии установило рекорд Гиннесса в честь Дня независимости страны». Этот отрезок дороги – часть национального шоссе. Он соединил города Амравати и Акола. В строительстве участвовали 720 рабочих, включая команду независимых консультантов. Они работали днём и ночью. В Индии находится вторая по величине сеть дорог в мире. Раньше их строительство и ремонт часто откладывали. Это было вызвано бюрократической волокитой, недостатком финансирования и трудностями с приобретением земли. Такая ситуация отпугивала инвесторов и замедляла перевозку товаров и людей. Предыдущий рекорд по самому быстрому строительству дороги принадлежит Катару. Там в 2019 году за 10 дней проложили участок скоростной автомагистрали длиной более 25 километров. Кыргызская столица Бишкек может похвастаться захватывающими горными пейзажами. Однако воздух в некоторых её районах далёк от идеала. Из-за промышленных предприятий, горящих свалок и печей в домах город часто окутан смогом. Врачи говорят, что сегодня от хронических заболеваний лёгких страдают десятки тысяч жителей страны. Так, на 6 миллионов кыргызов приходится около 200 тысяч таких больных. По словам врачей, главная проблема находится в домах людей. Многие отапливают помещения старыми железными печами. В них сжигают не только древесину и уголь, но и любые другие материалы, включая ткань и пластик. Затем сажи из щелей просачиваются в жилые помещения. Вот мы говорим о загрязнении воздуха в Бишкеке, в окружающей среде. Но это не такая серьёзная проблема, как грязный воздух внутри дома. Теперь на помощь людям пришли традиции. В одной из больниц страны начали применять народный танец «Кара Журго». Врачи говорят, что он развивает верхнюю часть тела, включая лёгкие. Мы выяснили, что этот танец, он помогает пациентам с хроническими заболеваниями лёгких. Потому что, когда люди танцуют этот танец, участвуют все мышцы, все суставы. Очень много пациентов, ну, мне кажется, больше 200-300 пациентов с хроническими заболеваниями лёгких, они сказали, что действительно есть улучшение. И они всё довольны. Пациенты говорят, что видят прогресс. «Мне поставили диагноз – хроническая обструктивная болезнь лёгких. Я здесь уже неделю. Слава богу, всё хорошо. Есть прогресс». Кыргызстан планирует добиться того, чтобы «Кара Журго» включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Бразильский город Кабу-Фриу теперь считается настоящим раем для летнего отдыха. Однако он не всегда был таким. Основанный в 1615 году, он был известен как место кораблекрушений. Впрочем, сегодня он привлекает туристов своими мелкими и чистыми водами. «Здесь до сих пор есть здания 18-го и 19-го веков. Они очень хорошо сохранились и считаются важной туристической достопримечательностью». Здесь же расположены лучшие отели города. Так, гостиница «Солардо Арку» когда-то принадлежала членам бывшей королевской семьи Бразилии. В 20 километрах к северу от Кабу-Фриу находится историческое поместье Кампос Новос. Типичная бразильская фазенда 17-го века когда-то принадлежала религиозному ордену иезуитов. А гавань заполняют рыбацкие лодки. «Если сравнивать со всем побережьем Бразилии, то здесь рыбы больше всего». В 25 километрах от Кабу-Фриу находится всемирно известная рыбацкая деревня Бузиус. Несмотря на то, что туризм здесь стал основным видом деятельности, рыбалка по-прежнему процветает. Деревушку открыла миру французская актриса Брижит Бордо. В 1964 году она приехала сюда и пробыла здесь четыре месяца, скрываясь от папарацци. Армасао – один из 20 великолепных пляжей Бузиуса, большинство из которых представляют собой небольшие бухты со спокойной водой. Некоторые хороши для дайвинга, другие – для серфинга. Из Рио-де-Жанейро на машине сюда можно добраться примерно за три часа. Король Бельгии Филипп во время визита в Демократическую Республику Конго вернул её народу традиционную маску. По его словам, это символический жест. На территории нынешней ДР Конго 75 лет существовала колония, которая сначала принадлежала бельгийскому королю Леопольду II, а потом бельгийскому государству. «Я хотел во время нашего визита в Национальный музей и в вашем присутствии вернуть это уникальное изделие, чтобы ваш народ снова открыл его для себя и полюбовался им». Ритуальная маска принадлежала африканскому народу Суку. Несколько последних десятилетий она хранилась в Королевском музее Центральной Африки в Бельгии. «Сегодняшнее событие знаменует символическое начало укрепления культурного сотрудничества между Бельгией и Конго». Конго стало личным владением Леопольда II в 1885 году. Он управлял им 23 года. В этот период местных жителей жестоко эксплуатировали. В результате убийств, голода и болезней умерло от трёх до десяти миллионов конголезцев. В 1908 году король продал своё владение бельгийскому государству. Так образовалась колония «Бельгийская Конго». Она получила независимость в 60-м году прошлого века. Многие конголезцы хотят, чтобы Бельгия принесла официальные извинения за колонизацию. В 2020 году король Филипп стал первым высокопоставленным бельгийцем, который выразил сожаления по поводу страданий и унижений, которые пришлось пережить народу Конго. Однако официальных извинений не последовало. Впрочем, нынешние власти ДР Конго и многие политики рады визиту короля Бельгии. Они надеются на новые инвестиции, а также на то, что мир снова обратит внимание на вооружённые конфликты на востоке страны. Автомобиль наехал на пешеходов на оживлённой улице в западной части Берлина. Погибла учительница. 14 школьников пострадали. Некоторые находятся в тяжёлом состоянии. По словам очевидцев, автомобиль выехал на тортуар и сбил людей. Потом вернулся на дорогу, проехал ещё метров 200 и врезался в витрину магазина. После этого водитель попытался бежать. Прохожие его задержали и передали в руки полиции. Водителем оказался 29-летний мужчина с двойным гражданством – немецким и армянским. Он проживал в Берлине. В его автомобиле нашли плакаты с информацией о Турции, с которой у Армении непростые отношения. Сенатор Берлина по вопросам внутренних дел Ирис Шпрангер заявила, что подозреваемый похож на психически больного человека. Полиция ведёт следствие. «Мы выясняем, было ли это преднамеренным действием или дорожно-транспортным происшествием, которое могло произойти из-за проблем со здоровьем». На место происшествия прибыли более 130 спасателей. Всех пострадавших доставили в больницу. Погибшие учительницы и школьники приехали на экскурсию в Берлин и земли Гессен. Инцидент произошёл недалеко от места теракта 2016 года. Тогда фура с полуприцепом въехала в толпу людей на территории Рождественского базара. Погибли 11 человек, более 50 получили травмы разной степени тяжести. Президент Джо Байден объявил о новом экономическом партнёрстве США с Латинской Америкой. Оно будет направлено на противодействие растущему влиянию Китая. С такого заявления он начал региональный саммит Америк в Лос-Анджелесе. Он пообещал увеличить инвестиции, укрепить линии поставок и развивать существующее торговое соглашение. Саммит проходит на фоне растущего потока нелегальных мигрантов из Южной и Центральной Америки в США. Байден сказал, что планирует решить проблему. «Мы подпишем Лос-Анджелесскую декларацию. Это будет новый комплексный подход к управлению миграцией и распределению ответственности в масштабах нашего полушария. Декларация представляет собой взаимное обязательство инвестировать в региональные решения, которые укрепят стабильность, расширят возможности для безопасной и упорядоченной миграции через регион и остановят преступность и торговлю людьми». США также предложили оживить Межамериканский банк развития и создать рабочие места в сфере экологически чистой энергии. На саммит попали не все лидеры американского континента. Их список сократился до 21 человека после того, как Байден исключил из участия Кубу, Венесуэлу и Никарагуа. Из-за этого в знак протеста на мероприятия не приехали лидеры нескольких стран, включая Мексику. Представитель Госдепартамента Нед Прайс в понедельник заявил, что США понимают решение мексиканского президента Лопеса Абрадора, но извиняться не планируют. «Один из ключевых элементов этого саммита – демократическое управление. И эти три страны, мягко говоря, не являются образцами демократии». Ещё некоторые страны в знак протеста прислали не лидеров, а министров иностранных дел. Вот так в Бразилии решили обнять океан. Пять тысяч бразильцев сформировали живые цепи на пляже Капакабана в Рио-де-Жанейро. Они разделились на 25 групп, чтобы их увидели в разных местах побережья. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню океанов. Организаторы говорят, что хотят поблагодарить водную стихию. Ещё одна цель – привлечь внимание людей к проблеме загрязнения природы. «Мы сотрудничаем со многими школами. Учёба очень важна для образования детей. Так почему бы не рассказать им также и о мусоре? Куда его вывозить и как важно не допустить, чтобы он попал в океан?» Участники мероприятия также очистили пляж от мусора. Традиция формирования живой цепи зародилась три года назад. Тогда на пляже собралось более 15 тысяч человек. Всемирный день океанов отмечают с 2009 года. Он учреждён Генеральной ассамблеей ООН. В бразильских амазонских лесах продолжают искать двоих людей. Пропали британский журналист и местный эксперт по джунглям. Дом Филлипс – фрилансер, который пишет для Guardian, Washington Post и других изданий. В последний раз его видели в минувшие выходные с бывшим высокопоставленным чиновником Федерального агентства коренных народов Фунай Бруно Перейрой. Они работали над новой книгой, посвящённой коренным народам. В последнее время в их адрес звучали угрозы со стороны местных браконьеров. Как говорят свидетели, заблудиться мужчины не могли, поскольку очень хорошо ориентировались в местности. Так дом прожил в Бразилии последние 10 лет. Власти направили в джунгли военных и полицию. Они прочесывают обширный заповедник, площадь которого превышает размер Австрии. «Сейчас мы расследуем, связано ли это исчезновение с преступными действиями». Впрочем, местные правозащитники критикуют силы безопасности за то, что они слишком долго развертывали поисковые группы. «Плохая реакция власти принесла много страданий родственникам, друзьям и тем, кто неустанно борется за защиту лесов Амазонки. Бразильские власти срочно должны активизировать поиски пропавших». Бразильская полиция уже арестовала мужчину по обвинению в хранении оружия, но пока нет доказательств, что он связан с исчезновением. При этом в среду бывшая звезда футбола Пеле опубликовал в Твиттере сообщение о том, что его беспокоит это дело и что он призывает бразильское правительство активизировать поиски.